Итак, торжественный момент! Пуск! Торжественное открытие 11-го международного фестиваля народных ремесел праздник топора состоялось в субботу, хотя неофициальный технический старт конкурсу был дан еще в начале прошлой недели. Позвольте мне от имени губернатора Томского области Сергея Анатольевича Жвачкина поприветствовать вас на гостеприимной Томской земле и пожелать вам удачи, желание выполнения всех своих творческих начинаний. В Томск на фестиваль в этом году приехало рекордное количество участников – 244 человека из 35 стран мира. Для некоторых визит не то что в Сибирь, в Россию стал первым. В моей стране таких фестивалей нет. Для меня это необычный опыт. Атмосфера очень приятная, очень красиво везде. В целом мне очень все нравится. Представителю Доминиканской республики Цезарю Моралесу победить в конкурсе среди резчиков по дереву в этот раз не удалось. Надеется реабилитироваться в следующем году. А вот лучшей парковой скульптурой стала работа томичей – Сергея Бычкова и Олега Антуха. Художник оценить невозможно. Оценивает, как правило, время. Если по истечении какого-то времени о художнике говорят и его знают, значит, он действительно был классик. Нешуточная борьба развернулась в этом году и среди мастеров гончарного дела. Женщины и мужчины в этот раз состязались каждый в своих номинациях. Увы, но томичам в этой дисциплине не повезло. Лучшими керамистами на празднике топора признаны мастера из Красноярска, Белокурихи, Алтайского края и Республики Беларусь. Зато в кузнечном деле часть призовых мест за нашими земляками. В прошлом году работа Вячеслава Колбы была признана лучшей. Нынче он одержал победу в номинации «Кузнец-молодец». Участвую второй год. Притягивает возможность пообщаться с коллегами. Потому что приезжают ребята очень сильные с разных регионов, с разных стран. И очень интересно обменяться опытом, чему-то научиться. Это, я думаю, самая главная мотивация. А вот Виктор Хохлов создал на конкурсной кузнечной площадке лучший образ. Среди мастеров он не только ярко выделялся своим костюмом, но и личным инвентарем для работы. Ну, еще пацаненком к деду в кузницу сбегал, и все, и понравилось. Красное железо увидел. Я и участвую в этих делах во всех. Даже вот нарядился, чтобы, ну, вдруг ребятишкам кому что захочется, может, кому-то понравится, может, захочется ему так этим заниматься. Раскаленное железо, звук молотков о наковальне, искры, разлетающие из стороны и необычные образы, глядя на которые трудно поверить, что эти работы выполнены из металла. Все это притягивает гостей праздника к кузнечной площадке. Дамасская сталь, 450 слоев, вот, пожалуйста, 4 миллиметров. Сколько времени надо на изготовление? До трех дней, в принципе. Сварка занимает три дня. Полностью ковка, вот, вручную. Но если при ковке металлу нужна, безусловно, сила и мощь, то вот береста – материал, требующий усидчивости и выдержки. Кора березы хоть и бывает жесткой, но ошибок мастеру не прощает. Это наш традиционный промысел. Великоустекская роспись. Роспись, видите, сюжетная. Вот обычно бывает вот так. Вот птичка. Вот здесь нет. Но бывает вот раз учетчик, я посажу так, раз, гнездышко сделала, птичку посадила. Где-то идет вот таким вот, как домиком. Значит, я сюда домик поставлю, там людей около домика. Почему у нас вот на промысле молодежь не идет на промысел? Только лишь потому, что вот настолько нужно стать мастером, чтобы зарабатывать деньги. Это нужно годами учиться. Года три-то вот нужно сидеть вот рядышком с мастером, чтобы знать и по композиционной, и по цвету, и как сборочку делать, как что. Это очень сложно. Поэтому молодежь у нас, к сожалению, очень мало молодежи. Лучшими берестянщиками в этом году на празднике топора стали гости. Причем все они с восточной части страны. Бурятия, Иркутск, Ханты-Мансийский автономный округ. Что касается конкурса печников, то в номинации «Большое костровище» первое место досталось Дмитрию Ширыгину из Новосибирска. А «Малое костровище» создал Дамир Манупов из Оренбурга. Отдельными призами были удостоены все участники соревнований. Но куда больше эмоций от праздника получили томичи и приезжие гости. Только за три фестивальных дня, по оценкам организаторов, парк Аколица посетили 100 тысяч человек. Продолжение следует...